друзья добрый день сегодня 31 марта наконец к нам пришло тепло самое время подкормить клематисы к этому времени уже все клематисы обрезаны это у меня клематис серафина вторая группа обрезки зимует он на опоре без укрытия у нас не укрывная зона хотя в этом году зима была суровая для нашего региона но тем не менее все клематисы перезимовали хорошо так как был снег большой снегопады несколько раз нас посещали поэтому зимовало у нас все даже когда были морозы под большим снегом клематисы хорошо перенесли зиму уже пошли в рост вот так просыпаются почки подкармливаю я клематисы первую подкормку делаю карбамидом или мочевина удобрение я разбросала в лунку и теперь необходимо его заделать в почву дождей пока не ожидается поэтому обязательно нужно заделанное удобрение полить чтобы она быстрее растворилась мульчировать я пока не буду основание куста у нас недавно прошли сильные дожди да и после полива все-таки попадаем на побеги поэтому пусть они подсыхают пусть основание куста просыхает и чуть позже уже можно будет начинать мульчировать почва пока у нас прогреется хорошо это даст хороший старт клематису для дальнейшего развития поэтому сейчас нет необходимости пока мульчировать чуть позже теперь я пройду также подкормлю все клематисы и когда установится погода утихнет ветер можно клематисы все обработать эпином так как у нас сейчас все-таки погода неустойчивая перепады температуры дневные и ночные то солнышко припекает то пасмурно то холодно то тепло поэтому все-таки растение испытывает стресс в весенние периоды растворяем эпин по инструкции и обрабатываем весь куст от болезни я обрабатываю обычно первые обработки медсодержащим препаратом в основном я использую хом обрабатываю с интервалом один раз в 14 дней то есть два раза в месяц получается и затем уже дальнейшие обработки буду проводить биофунгицидом я люблю использовать фитоспорин фитоспорином буду работать один раз в неделю фитоспорин очень хорошо помогает бороться со всеми болезнями если проводить регулярно в качестве профилактики когда подсохнет почва можно основание куста опудрить золой зола у нас идет и как раскислитель почвы и как удобрение так как содержит очень много разных микроэлементов необходимых для развития растения и как средства борьбе против болезней и вредителей вот и все по первой весенней подкормки клематисов не забудьте друзья провести это мероприятие я вам желаю удачи у меня на сегодня все спасибо что вы со мной не забывайте подписываться на мой канал ставьте лайки жмите колокольчик обязательно тогда уведомления будете получать о новых видео спасибо за внимание до свидания